Тяжелую, в то же время жизнеутверждающую книгу я выбрала сегодня для чтения на лавочке. О свободе и внутренней силе человека значатся на обложке. Что же за ней скрывается? Сейчас узнаем в рубрике «Совсем обозрела». Прежде чем взять в руки выбор Эдит Евы Эггер, я много слышала о книге. Это автобиография, и если в самом начале мы знакомимся с опытным психологом, который помогает людям избавиться от атаков своих комплексов и травм, то после узнаем, что сама Эдит пережила немыслимые потрясения. В юности мечтала стать балериной, но вместо этого попала с семьей в концлагерь. Родители погибли в газовой камере, Эдит и ее сестра прошли еще два лагеря смерти. 4 мая 1945 года молодой американский солдат нашел девушку едва живую. Пытки, голод, угроза смерти не сломили ее характер. После войны героиня романа вышла замуж, поселилась в Америке, получила научную степень по психологии. И через 35 лет после окончания войны вернулась в Аушвиц, чтобы избавиться от воспоминаний о прошлом и вины выжившего. На страницах чередуются события личного путешествия с историями тех, кому психолог сама помогла излечиться. Как говорят критики, книга показывает, что мы всегда можем выбирать, чему нас учит жизнь и как относиться к происходящему. Вот несколько цитат. Свобода начинается, когда мы учимся принимать случившееся. Свобода означает, что мы набираемся смелости и разбираем свою тюрьму по кирпичику. Или не время лечит. Справляемся мы сами со временем. Выздоровление придет, когда мы решим взять на себя ответственность, когда примем на себя риск и, наконец, позволим себе избавиться от душевной боли, то есть освободимся от скорби и отпустим прошлое. И все это – вопрос нашего выбора. И еще много строк, которые заставляют задуматься и, возможно, стать сильнее. Вот такую непростую книгу я сегодня для себя и вас нашла. Надеюсь, выбор был правильным. Пожалуй, продолжу читать. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok